доброго здоровьица а вот теперь на ваши комментарии так сказать сборный такой ответ получается вот смотрите спрашивает пользователь от чего слизь в стуле густая комками что за комками неясно непонятно значит приехали с юга из отпуска жидкий стул и слизь вязкая густая живот продавливаем мягкий важен ваш комментарий да вот что за слизь как слизь кто узнает комментарий на медный купорос гастрит слезевик кандидат и надеюсь петрович люблю смотреть ваши ролики а именно многие ваши советы помогают мне в жизни но назрел такой вопрос зачем вы показываете дерьмо крупными буквами на набрато который выходит из людей это так отталкивает особенно вызывает рвоту чем смысл демонстрации этой мерзости ведь можно же и словами объяснить а я показал ответ дал такой словами это дерьмо не передать а теперь смотрите а теперь смотрите вот мы как раз и вернемся к комментарию тому что в стуле густая слизь комками неясно непонятно что это такое и так далее и смотрите теперь что получается я даже сам немного немного заблуждаться а именно когда мы с вами видим что выходит это мы можем с вами классифицировать например вышли пока там листы какие глисты вышли ну хотя бы для себя ясно понятно далее выходит слизь вот сначала она выходит ну у каждого по своему выходит такая стеклообразная слизь это одно будет состояние грибницы которая как бы сказать кандида по стихон потихонечку перерождается вот самое интересное из вот этой светлой слизи она превращается в черную злокачественную то есть мы уже по цвету этой слизи можем судить насколько значит злокачественная это кандида это грибница у нас имеется вот хотя бы по этому да это отталкивает это неприятно потом в зависимости от того какая в стуле слизь мы тоже можем разбираться потом выходит вообще слизь я сначала думал что это распавшиеся аскориды длинные а оказывается вот я последний раз посмотрел что это нет это не столько аскориды выходят разложившиеся а это выходит кандида вот видит таких вот тяжесть коричневых там неприятных длинных то есть из этого мы с вами начинаем понимать что у нас за паразитарно так сказать флора микрофлора или та фауна обитает внутри нас и почему у нас нету здоровья и в В соответствии с этим мы можем предпринимать те или иные меры, и более того, мы можем судить по выходу вот этому всему, мы можем судить, насколько эффективно у нас идет противопаразитарное лечение, и вообще лечение в целом. Вот поэтому, вроде бы, это отталкивающие вещи, но тем не менее, они необходимы для того, чтобы мы понимали процесс. И более того, я скажу, знаете, вот должно быть какое-то такое здоровое любопытство смотреть на эти вещи не с точки зрения брезгливости, а с точки зрения познания, что живет в нас, в какой форме это живет, как оно на нас действует, как мы можем подействовать на него. То есть, я лично расценю это вот так вот. И когда вот это все, знаете, вы непосредственно присылаете фотографии, что вышло там, все становится более-менее ясно и понятно. Можно сказать, что это, ага, это там разложившийся клубок листовый шел, а это, значит, грибница начала отмирать, выходить. А это, значит, вот эта кандида, ну та же грибница кандида, она вот тут, знаете, она уж, как бы сказать, интересно, она уж в кишечнике в тонком, она уж протянулась, она уж оплела эту самую изнутри стенку кишечника, целью того, чтобы вначале получить самое вкусненькое, что мы съели, а потом уже пропустить через себя все то, что ей уже не надо. То есть, она потребляет, как вы говорите, она потребляет витаминчики, которые вы любите себя подкормить, протеинчики там, она сладости любит, она все это раз, а вам там, ну, по остаточному принципу, а что там у вас там будет? Поэтому вот такое здоровое любопытство, оно, я считаю, необходимо, и она как раз вот продвигает вас. А вот эти вот явления брезгливости, это еще, знаете, указывают на то, что у вас есть такой психологический тормоз, есть психологические вот эти вот пробки, затычки, все что угодно, которые вам мешают по жизни. Важно все это, все хорошее, все плохое, что имеется, это мы рассуждаем, это хорошее, это плохое, это, значит, не надо, это надо нам. Вот на самом деле все это есть. И наша задача беспристрастно исследовать все то, что нам посылает жизнь. И вот тогда, будем говорить, на основании всего этого будет толк. Ну, лично я вот так вот рассуждаю. Ну, а как вы рассуждаете, вы же, мы с вами поделились мнением, вы своим, я своим. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.